всем здарова всем привет вы на канале гамбита здорово ребята вот и что у нас сегодня нет хелок и это пройденные все три этажа вот я первый на в принципе на глобале который по идее-то как я первый кто смог на глобале первым а пройти все три этажа ни чиксу никакие стопперов которыми я общался не смогли одарить все три этажа и да да я смог я наконец-то смог хоть что-то сделать первым вот и да я проходил не на своем аккаунте я проходил на аккаунте сэнд бонзаку ради здесь типа где-то около 14 лямов бк вот здесь открытая уже шестая конста и пятая она уже полностью закрытая то есть я получаю очень большой пробав именно в плане статов по команде и на самом деле это нужно для прохождения потому что я на своем 12 лямнике не смог пройти три этажа я конечно еще попробую пройти третий ярус но скорее всего нет скорее всего именно как раз ребята у которых рядом то есть 13 13 половиной лямов плюс они могут пройти вот дальше дальше основной момент основной момент давайте вернемся команде а кстати да типа если вы видите хронометраж видео знайте прохождение всегда будет длинным дальше вы поймете почему но прохождение всегда будет длинным вот значит касательно команды я выбрал такого плана команду вот она показывает себя очень хорошо после нас и снятие бафов у нас есть весьма неплохая пассивка и офигеннейший релик от лиски вот мел у нас идет косной дамагер фрейер просто дополнительно по сутам и дианка у нас будет танчить она будет нас очень много танчить плане экипировки я не делал ничего сверх естественного лиска обыкновенный хпдф 15 процентный мел обыкновенный сет на атаку без шансов на крит без ничего без пронзы просто оборона просто атака просто аз так же самое типа по фрейеру брасеры оборона азэшка все стандартно то есть здесь нет никаких типа скрытых посылов такого плана и дианка стандартных хпдф все ничего более вообще ничего более эта команда смогла пройти плане линков дроу потому что ну он хорош сам по себе как линк он дает дополнительно еще азэ дианки и нам это понадобится нам нужно будет очень много азэшки на дианке потому что я видел видос с япы где проходилась в атака сопротивление криту дар сет и честно сказать нет это опять таки типа игроки с пятое констой могут себе позволить я нет я не могу себе этого позволить в принципе здесь на аккаунте тоже этого не делал вот хпдф хватает вот линкта армия идет на фрея линкта армия обязан на фрея вот потому что фрея очень любят фокусить именно на первой вторую на первом втором этаже фрейер сладкая булочка там поэтому линкта армия как раз туда сарель понятное дело на миллиодоса и сюда абсолютно любой хпдф не сет вот абсолютно любой хпдф не линк то есть здесь у меня получился именно красный кинг пусть то он идет в ассоциации но можно было того же самого эсканера запихнуть хпдф на во то есть такого плана любой хпдф то есть любой хпдф здесь сарель обязательно здесь старыми ли тоже обязательно здесь дролл тоже обязательно вот и в принципе если этот видос наберет много просмотров и много лайков я выпущу видео с прохождением первого и второго яруса как проходить оба эти этажа ну вот отдельно понятно первые потом отдельно будет второй этаж именно вот этой командой но сейчас мы собрались посмотреть на то как проходится третий этаж и насколько же там много гемора вот так что не буду вас долго отвлекать команду показал кстати сет карт артефактов тоже с оленя ничего удивительного все стандартно все по классике поэтому погнали но красный владелец аккаунта на аккаунт зашел погнали смотреть к прохождению и мы с вами на не знаю какой локации вот и перед нами возникает змей третий этаж вот он золотой золотой грива щешуи я не знаю как это назвать правильно вот но не тхёх третий этаж и мы начинаем ну вот если что по бокам можете посмотреть его в принципе одинаковая бока то есть я вас не намахивал правила не того что здесь были какие-то другие сеты нет все стандартно значит первый раунд здесь все стабильно мы используем стойку мы используем баф мы двигаем дважды атаку но при этом ее не скидываем после на второй раунд нам нужен будет ультимейт лиски вот значит чем особенность этого этажа шкала которая сейчас наполнена на 32 процента сейчас на данный момент как бы видите в углу просто типа это запись видоса я не комментирую прохождение вот потому что прохождение очень сложное само по себе вот она будет заполняться и нам нужно будет эту шкалу убрать в ноль то есть только тогда когда мы ее уберем в ноль исчезнет бессмертие с босса вот и мы сможем нанести какой-то урон то есть здесь второй раунд я скидываю атаку лиски двигаю скидывать для того чтобы заражить ультимейт я скидываю фрейра и я скидываю мела потому что фрейр имел это самые две бесполезные карты на этой фазе потому что на этой фазе мы сидим около минут десяти двадцати тридцати где-то так нам нужно собрать золотую карту от от пронзания миллиона за карту вот поэтому мы и будем долго собирать значит здесь есть один интересный момент видите баф атаки из рядом серый баф на уменьшение входящего урона этот баф реагирует на первую карту кроме ультимейта которую мы скинем и он локает подобного рода карты в нашей формации это помогает нам обойти лок атаки то есть на данный момент на всю мою команду наложен лок от снятия стоек ну типа лок стоек вот я не могу использовать стойки если мне зайдут какие-то стойки вот дианки она локнутая то есть когда вы видите когда босс обновляет себе баф атаки используйте либо стойку либо баф не атаку иначе вы получите лок атаки отмену атаки вот сейчас я получил отмену стоек то есть будь у меня баф я получу отмену бафа дальше здесь я уже начинаю просто играться наращивая плотность я снимаю стойку пуста я могу это сделать у меня зашла карта фрейра вот на самом деле не а тут босс больно бьет так что лучше все же снимать эту стойку вот ульты фрейра можно скидывать можно все скидывать нам нужно собрать определенный набор карт под фазу для того чтобы как бы нанести много урона вот нанести много именно очей по шкале и спустить ее в ноль вот а здесь мы что дело мы обновляем стойки мы не особо спаме стойками то есть здесь идет момент что я реально я не соединяю стойки я ее скину вторую оставил по что не дай бог мне не зайдет стойка либо не зайдет там какая-то атака я получил лок на атаки да кстати здесь типа думаю что делать пошла стойку и скидывать не хочу вот я просто скинул ультимейт дианы потому как а почему я скинул ультимейт диана я из я истощил шкалу я не боюсь ультимейта и скорее всего я уже рассчитываю на дальнейшую ультимейт лиски и также в принципе у меня уже очень много плотности по что я получаю стаки это уже четвертый стак пассивки мела я не боюсь вот серьезно в этом плане я не боюсь дальше у меня 2 уровня карта пронзаний уже в руке у меня есть снятие стоек у меня есть стойка то сейчас я сижу хорошо в какой момент нам нужно выходить с этого круговорота примерно вот в такой когда у баса соединяется баф и стойка ну это примерно раз где-то в 6 раундов наверное то есть здесь я скидываю стойку потому что у меня есть стойка в руке я ее обновлю мне нужен как можно больше кардров ну вот и стойка и баф в одном раунде я использую ультимейт мела и заодно еще парочку ультимейтов мне именно этой надо собрать вот сейчас я могу даже ультимейт мела не скидывать у меня есть атака фрейра вот которая мне поможет снять с именно стойку то здесь я юзаю свою стойку для того чтобы получить лог стоек потом я снимаю стойку и просто скидываю ненужные карты стакая мела стакая его пассивку и использую максимальный кардров то есть здесь нужно сидеть очень долго хилиться кстати еще один момент когда босс становится в стойку он накладывает инфект ну вот то есть отмена восстановления на всю нашу команду для того чтобы снять этот дебаф а он серый действует два раунда нужно снять у босса стойку вот то есть мы снимаем стойку мы получаем возможность хилиться то есть вампи вампирица восстанавливаться через лиску такого плана у нас появляется такая возможность все на данный момент меня был асминова пробивает я не чувствую по что у меня очень много плотности у меня есть стойка я уже смотрю то что у меня нет стойки либо бафа в руке я полностью опустошаю руку оставляя ультимейт мелиодоса вот я истощаю школу при приема у васа чтобы он меня сейчас очень сильно не не пробивал вот и я надеюсь на то что мне зайдет стойка либо баф потому что мне нужна стойка либо баф когда он бафается для того что получить отмену стойки короче вы поняли Тут прохождение само по себе уже геморрное. Вот. Я получаю все атакующие карты. Вот такой момент у вас будет встречаться часто. Но этот момент вы можете получить именно тогда, когда у вас дохрена пассивки мела. То есть, как вы видите, у меня уже 5 стаков пассивки мела, минус 40% уменьшение входящего урона. И благодаря этому я живу. Я истощаю школу суперприема, я хилюсь. И я собираю ультимейт лиски, который будет хилить, потому что я не скидывал ультимейт мела. Поэтому, если у вас появляется ультимейт мела, либо же атака фрейра, которая снимет стойку, используйте фрейра. Мела можно приберечь вот именно под такой момент, когда вы получаете отмену атаки. И вы ничего с этим сделать уже не можете. Вот. Вы можете снять стойку баса как раз через мела. То есть, здесь я могу юзнуть ультимейт мела. И мне нужен сейчас максимальный кардроф. Я буду скидывать все не ненужные карты. То есть, я хилюсь, потому что я уже снял стойку. И я использую все ненужные мне карты для того, чтобы получить, возможно, какую-то стойку. Либо какой-то баф. Либо карту на пронзане, которой мне нужна одна золотая примерно и одна серебряная. То есть, мне нужно две такие карты. Вот. Для того, чтобы полноценно проходить. Потому что шкала опускается очень плохо. За раунд она... То есть, особенности этой шкалы. Давайте уже поговорим. То есть, в принципе, вы проходы дальше видите. Я его объяснил. Особенности шкалы. Шкала подымается вверх, когда наступает раунд босса на 32%. И также, вроде бы, где-то процентов на 40, я не помню точно, вы можете по видосу посмотреть, получает вверх за то, что на боссе действует баф. Почему я говорю начинать с ультимейта Мела? Потому что он снимает стойку, которая позволяет нам вампириться, не дамажный ответ. И мы снимаем баф. И босс теряет дополнительные проценты вверх от того, что на нем навешан баф. Так. Здесь я заюзал стойку. Здесь нормально у меня идет отмена стоек. Вот у меня, в случае чего, есть баф. Вот, я заю ультимейт. Скидываю атаку Мела. Я сейчас думаю, типа, какие атаки здесь скидывать. Но я скину... Я не буду ее скидывать. Хотя я знаю, что я могу собрать ультимейт Мела. Но я не буду собирать ультимейт Мела. Не, я соберу ультимейт Мела в любом случае. Но я поскидывал просто лишние карты. У меня отмена стойки есть на картах и есть ультимейт Мела. Поэтому я могу рискнуть. Вот. А чего же понижается эта шкала? От того, когда мы его бьем, вот. Ультимейт снимает 20%, 10% снимает второго уровня карты, первого уровня карты снимают 5%. Вот. И также карты степени пронзания снимают намного больше. Прям очень намного больше. Вот. Здесь он стойко баф, и по идее, как это очень хорошее время выйти из этой фазы, с первой фазы. То есть вам нужно найти момент, когда есть баф стойко. Вот. Выюзаете какую-то карту, которая лочится, это отмена бафа, либо отмена стойки. Мы скидываем сразу 3 ультимейта, и это минус 60% шкалы, то есть у него остается 40%. Он поднимает на 32, это уже 72. И я мог бы закинуть атаку от персы, от пронзания. Вот. Которая снимет... Золотая карта снимает 60%. Это много. Это реально много. И благодаря этой карте мы можем выйти. То есть мы юзаем карту, которая локаится от бафа. Потому что нам нужно использовать ультимейт мила именно во время бафа. Вот. Здесь я думаю, типа, что мне делать? Потому что у меня не получится снять 72%. То есть я могу там скинуть от минус стойки, это минус 10%. Скинуть там баф, выкинуть, он не учитывается в шкале. Атака мила, это 60 плюс 10 от фрейера, это 70%. И остается последняя карта, которая должна снести 72%. У меня такой карты нет. Поэтому я просто использую момент того, что я полностью опустошаю свою руку, готовлюсь к другому моменту, когда я могу выйти. То есть у меня уже золотая перса есть, и это основной ключ к тому, как мы выйдем с этого. Плюс у меня есть баф, плюс у меня снова есть стойка. Вот. И я понимаю, что сейчас я могу, в принципе, неплохо так забафаться, ультануть, похилиться, опять начать собирать ультимейты. И, возможно, я получу еще, кстати, карту отмены стойки от фрейера. Вот. Которая поможет мне выходить из этой фазы не во время того, когда баф и стойка вместе. Вот. То есть я здесь сейчас использую не ту стойку, а другую для того, чтобы получить больше кардров в руку. Вот. И я получу отмену стоек. Это очень важно. Нет, нет, так и отмена стоек. Я думаю, я вас достал. Но это идея первой фазы. Это идея просто первая фаза. Она очень тяжелая, она очень геморрная. И да, типа, с нее выйти крайне сложно. Вот. Но когда мы уже смогли закрутиться, вот, и я показал в этом видео, как лучше всего закрутиться на этой фазе, чтобы получить максимальный валуев, максимальную плотность и нормально идти дальше. Вот. Потому что сейчас у меня уже нормальная плотность, и мне ее хватает. Да, и вот так каждый заход. То есть если что-то не получается на второй фазе, мы опять отправляемся на первую фазу для того, чтобы постоянно вот так вот про... Кстати, я сейчас могу собрать все ультимейты. Ну, три основных ультимейта. Я не собирал ультимейт Дианы, да. Ну, от ультимейта Дианы я могу, в принципе, похилиться. Я не заметил то, что здесь стойка, поэтому здесь мой косяк. Но. Я могу со следующего раунда попробовать выйти с этой фазы. Потому что там будет баф. Я в стойку могу биться. То есть, как вы видите, когда я уже плотный, я могу в стойку биться. Стойка не наносит много урона. Но когда я уже забафался под бафами Фрейра, под полноценной защитой милов, 40% уменьшения входящего урона, именно тогда я уже могу начинать как-то тыкать баса. Вот. То есть, здесь я допустил ошибку, просто не заметил то, что он в стойке был. Ладно. Здесь у меня есть стойка. То есть, выход из первой фазы. Как он выглядит? У меня есть стойка. Вот. Я ее иззаю. Ультимейт Мела. Ультимейт Фрейра. И, скорее всего, атака Фрейра. То есть, я ее иззаю стойку для того, чтобы получить лог стойки. Ультимейт Фрейра. А, я решил биться все еще в стойку. Или не решил. Я не помню, как я сделал. Но я, скорее всего, скинул ультимейт Мела. Да, я кидаю ультимейт Мела. Ультимейт Фрейра. Вот. И атаку Фрейра. Именно атаку Фрейра. Да, атаку, атаку Фрейра. Потому что это 20-40-45%. У него остается 55%. Плюс 32. Это типа 87%. И 87% я могу как-то пробовать обыграть. С учетом того, что я получаю ультимейт Дианы еще в руку. Вот. Это еще 20%. Вот. 55%. 87, как я и говорил. Сейчас ультимейт это 20. У меня нет второго уровня карты. У меня нет второго уровня карты. Почему я говорю, что лучше всего выходить, когда две карты персы. Одна золотая, а вторая хотя бы серебряная. Так. Так, 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 так. 7%. Я не могу попасть в эти 7%. Вот. То есть у меня ультимейт 20. А перса 60 это 80. И мне не хватает второго уровня карты. Как раз для того, чтобы получить возможность выхода. Да, я здесь просто уже начинаю опять использовать кардеров. О. Я просто скидываю все. Да, я соединяю фрейера. И скидываю лис для того, чтобы рашить снова ее ультимейт. Я не смог и сейчас выйти. То есть очень сложно почитать проценты для того, чтобы выйти с этой фазы. Потому что у меня не хватило бы процентов. Поэтому я продолжаю дальше крутиться. У меня есть снятие стоек. У меня нет атаки. Поэтому я снова ухожу в лог атаки. Но сейчас я могу это себе позволить. У меня есть ультимейт Дианы для хила. Я могу собрать ультимейт мела для того, чтобы снять вражескую стойку. Чтобы я мог похилиться. Вот. У нее снова контратака. У нее снова баф. И я снимаю стойку. И скидываю все ненужные мне карты. Это мел. Это прейер. Вот это все дело. Я от всего дела избавляюсь. Но. Но-но-но-но-но. Когда мы уже подойдем к тому моменту, когда мы будем выходить из первой фазы. Вот. Есть еще один забавный момент. Нам нужно получить хотя бы одну отмену стойки. Потому что вторая фаза нас шотнет. Ну, хотя бы одного из наших персонажей. Она шотнет, если у нас не будет отмены стойки хотя бы одной. То есть ультимейт мела. Либо отмена стойки фрея. Нам нужно что-то из этого разряда. Для того, чтобы выйти. То есть я сейчас юзаю стойку. А дальше мне даже ничего не надо. Типа локаю. Ультимейт лиски я не зарашу. Ультимейт мела мне приходит в руку. Я лочу стойку. Он мне очень хорошо по персест сидит. Он сейчас бафается. Я лочу стойку. Потому что у меня снова есть стойка. Вот. Я использую три ультимейта. Это минус 60% шкалы. И я ухожу в 40%. Плюс 72%. 72% я уже обыгрываю. Потому что у меня очень много карт степени продзания есть в руке. Да, юзаю стойку сейчас. Но. У меня нет отмены стойки на следующий раунд. Я буду надеяться, что она мне зайдет. Либо я могу просто зарашить ультимейт мела. Потому что у меня очень много карт мела в руке. И я могу через ульту мела снять первую стойку у босса. Потому что у него есть баф. На 50% доп исходящего урона, если не снимается стойка. Вот. Он вешается в первом раунде точно. В дальнейших раундах рандомно. Вот. И в принципе у босса тоже есть такая же самая похожая шкала. Но она заполняется от того, что мы снимаем стойки. А опускается рандомно. Во. Мне зашла карта Фрея. И это офигенная тема. Кстати. Есть еще одна забавная тема. Вот. В том, что я сейчас не буду использовать отмену стойки. Хоть босс встал в стойку, я не буду ее использовать. Потому что я эту стойку, карту Фрея по отмене стойки, буду использовать на следующем раунде. Это тоже важный момент. Я здесь либо баф, либо атаку скинул. Баф я оставил, потому что баф может снять проценты со следующей фазы босса. Кстати, да. Там тоже очень интересная тема. Да. Минус 60%. Минус 30%. Либо 20%. Я вот не помню, сколько второго уровня. Вот. Третьего уровня карта просто уже добивает. И я использую лишнюю карту. И мы прошли первую фазу. Наконец-то. Идем на вторую. Вот. 16 минут видео позади именно прохождения. За 16 минут мы прошли вторую фазу. Идем на первую фазу. Мы идем на вторую. Здесь основные моменты. В первом раунде нужно снять стойку. Как вы видите, у босса есть серый баф на увеличение входящего урона. Он снимается, когда мы снимаем стойку. У него есть шкала. Она заполняется, когда мы снимаем с него стойку. Типа снимаем стойку и снимаем серые бафы. Вот. А дальше. Когда босс теряет эту шкалу. Рандомно. Когда мы снимаем стойку, как вы видите. Мы получили рандомный серый баф. И там это стойки вроде бы. Да. Это отмина стойки. Ну это стойки. То есть когда мы ее заимем в стойки, у босса теряется его шкала. Либо когда мы его бьем, у него съедается там по одной, по две единицы. Когда как. Вот. Босс умеет снимать стойку. Это неприятно. Его ультимейт лучше не давать ему ультовать. Иначе он может просто шотнуть формацию. У него слишком сильный ультимейт. Либо если давать ему ультовать, это только в тот момент, когда следующей атаки у него нет. То есть он просто ультует. И у нас есть возможность снять ограбление. Он накладывает весьма неприятное ограбление. То есть к ультимейту лучше не подходить. Но я сейчас все равно юзаю стойку. Ультимейт фрея. И атаку. Значит. У босса есть еще одна интересная механика. Он накладывает тьму. Серый дебаф тьмы такой же самый, как накладывает Эстероса. Накладывает на тех персонажей, которые не используют свое умение во время своего хода. Вот. Мел получил стак тьмы. Вот. И так, в принципе, он стакает, стакает, стакается. Босс очень неприятный на этой фазе. Вот. Значит. Как вы видите, мы его уже как бы убрали. Вот. Он сейчас становится в стойку. У него появляется баф на увеличение входящего урона. У него вроде и до этого появился. Я не понимаю механику, почему он появляется. Но я снимаю стойку. Снимаю с него и этот баф. Поэтому я не боюсь. Главное не давать ему ультовать. Под этим всем делом. Вот. Я ультую по нему. Увеличиваешь шкала. 11%. Стойку принял 5%. Дальше. Появляется еще один серый баф. Они появляются рандомно. Вот. Это суперприем. За суперприемы неплохо истощается шкала суперприем. Шкала вот это. Его бессмертие. За что в принципе истощается шкала? Это у нас суперприем, стойка, бафы и карта усиления. Ну, бафы карты усиления это третья позиция. И четвертая карта восстановления. Ну, у меня карты восстановления нет. Вот. Но у меня есть стойки, которые помогают с этим справляться. Значит, я истощаю шкалу суперприем. Ага, я просто использую максимальный кардро. Надеюсь на то, что мне зайдет карта фрейера. Да. Здесь было тяжко. Здесь было очень тяжко. Любая ошибка не заходит. Карты. Все. Это рестарт. Это заново. Он очень больно бьет. Он чертовски больно бьет. Ладно. У него есть баф увеличения атаки. Но у меня есть истощение шкалы суперприема. Я этим воспользуюсь. У меня есть ультимейт лиски. Это подхил, если вдруг я все еще выживу после этого фаза. Потому что он сейчас будет бить больно. Кстати, посмотрите, как он бьет. Да, я собираю ультимейт мела для того, чтобы гарантированно снять с него стойку. И заодно снять этот баф. То есть я истощаю. Атакую мелом. Получу в ответ весьма-весьма больно. И это все дело я захилию. Это тоже. Тут очень много микро моментов. То есть, как вы видите, босс бьет больно. Со стойкой он бьет очень больно. Особенно под этим бафом. Много урона. Но я это все дело после этого перекрыл ультимейтом лиски. У меня есть все еще истощение шкалы суперприема. У меня появилось снятие стойки. И это хорошо. То есть я сейчас истощу ему шкалу суперприема. Я ему сниму стойку. Я очень хорошо сейчас буду играть. Ну, типа, не то, что я хорошо играю. А в том, что я на этой фазе смогу дальше нормально себя чувствовать. Я собираю ультимейт лиски. Истощаю шкалу суперприема. Вот. И собираю снова ультимейт лиски. Для того, чтобы было больше ультимейтов по урону. Потому что, как вы видите, мы уже сидим здесь достаточно-таки долго. Много карт кидаем. Много урона. Много ультимейтов. У босса еще больше половины хп. Это тоже одна из больших проблем. И его не надо постоянно снимать из него стойки. Хотя, в принципе, я не пробовал постоянно снимать из него стойки. Если заходит карта Фрейра, сразу их скидывай. Вот, видите, уже много тьмы на Фрейре. Потому что я мало карт, я его использую. И она стакается. Ладно, она стакается со временем, слетает. Но все равно это очень неприятно. Значит, снимаю стойку. Истощаю шкалу суперприема. Восстанавливаю себе суперприем и скидываю карту Мела. То есть, как раз Фрейр, Диана, Лиска и Мел. То есть, 4 персонажа я скидываю. Я не получаю тьму. Но если мы получим тьму, то не так критично. Не так сильно, скажем так, она валяется. Полидно, если мы можем снимать стойки и убирать баф увеличения атаки с босса именно на второй фазе. Да, это гейморно. Это тяжело. Я понимаю это прекрасно. Но, увы и ах, такой босс. Такой босс. Да, я здесь офигеваю от того, что мне еще заходит истощение шкалы суперприема у босса. И это просто офигенно. Это реально. То есть, я уже держу карту Лиски на случай снятия дебафа, ограбления. Вот. Для того, чтобы хоть как-то выровняться в этот момент. Здесь я снова истощаю шкалы суперприема. Я снова атакую. Собираю ультимейт Мела для снятия стойки. Гарант там следующие фазы. И снова ультую. То есть, мы уже потихоньку подходим к тому, что мы будем убивать босса. Кстати, очень интересен тот момент, что когда я уже добивал босса, я не использовал снятие стойки. Потому что он в тот момент был в стойке. Я снимаю сейчас стойку. Истощаю шкалу суперприема. Потому что я все еще могу истощать шкалу суперприема. И здесь я, скорее всего, уже понял, что я в очень ближайшем будущем добью босса. И я собираю ультимейт Лиски. Потому что босса уже чуть-чуть. И я избавляюсь от ненужных мне карт. Потому что следующая фаза мне нужно очень много урона. Мне понадобится чертовски много урона. И там мы будем сидеть крайне долго. На самом деле, там на следующей фазе все очень банально просто. Все очень просто. У босса 2 ляма АЗ. У него 1000% дополнительной регенерации. И он от вампирит вообще все. И это все исчезает после того, как мы опускаем его шкалу до нуля. А у него будет забита шкала на 100. Но это уже на второй фазе. Сейчас я ему истощаю шкалу суперприема. Я же истощаю ему шкалу суперприема, да? Да, я сейчас думаю, типа, сколько мне нужно урона. Вот, я хотел собрать ультимейт мела. Но я понял, что это будет плохая идея. Поэтому я буду истощать ему. Да, я буду сейчас ему истощать. Давай, 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 давай. Ультимейт, истощение. И, скорее всего, просто буду скидывать урон. Да, если что, у меня есть урона ультимейт Дианы. На всякий случай. То есть, как минимум, дополнительный урон для того, чтобы забрать эту фазу. Скорее, Фрейр и снова Диан. А, Мелый. Я решил Мела скинуть. Потому что Диан, кстати, да. Карты Дианки очень больно дамажат. Даже в хпдфном сете ее карты дамажат чертовски много. О. Я добил? Я не добил, скорее всего. Я не добил, скорее всего. Да, ауешка не добьет. А, не добил! Справился! Вот, но если что, у меня был ультимейт Дианы на всякий случай. Все. Мы на финальном третьем этаже. Ай, запасайтесь чайочком. Мы здесь тоже достаточно-таки надолго. Вот. И значит. Здесь обязательно иметь стойки. Не скидывайте очень много стойок. Поначалу босс крайне ватный. То есть, я уже здесь скидываю ультимейт. Я уже здесь не боюсь. Я понимаю, что сейчас я внесу очень много урона. Вот. Я начинаю крутиться. Вот. Я здесь также использую карту Дианы. Я думаю, даже сейчас карту Фрейр скину. Потому что я урона нанес много. Да. Значит, здесь нужно наносить урон от 10 до 20 и так далее процентов. Чем больше вы наносите урона, тем лучше. Если вы наносите даже 10 процентов от максимального АЗ босса. Шкала его. Шкала, которая упала сейчас на 17 и стала 8... На 13 стала 87. Она начнет расти вверх. То есть, нам каждый раунд нужно наносить как минимум 10 процентов. Далее. Как вы видите, на боссе непонятные... Сейчас 4 бафа. В начале боя было 5 бафов серых. Это отчет времени, когда он получит дополнительно 30 процентов всех характеристик. К этому времени мы должны запастись каким-то определенным уроном. Вот. То есть, что мы делаем? Стойку мы оставляем. Это обязательно каждый раунд обновлять стойку. Как только стойки не будет, а здесь будет такое, что мне не зашла стойка. Босс начинает меня просто пробивать. Даже со всей этой констой он меня начинает пробивать. И я потихоньку собираю ультимейт-лист, потому что я вношу очень много урона. Также у босса есть карта, которую он сейчас будет использовать. Понижение рейтинга умений. И истощение шкалы суперприема. Истощение шкалы нам не особо пугает. Вот. Но. Истощение рейтинга, поэтому не соединять особо много карт вместе. Иногда это может пойти на пользу, если это очень плохая карта. Я, в принципе, дальше по видосу сделаю именно как раз таким макаром, что я избавился от одной лишней слабой карты. Вот. Но будьте все равно с этим аккуратны. Вот. Здесь суперприем. Не особо больно бьет, но он неприятный. Он очень неприятный. Он накладывает 6 ожогов. Вот. Но у нас есть фрейк как иммунитет к ожогам. Поэтому мы не боимся его ультимейта. Но у него урона от его ультимейта все равно очень и очень много. Вот. Я истощаю шкалу суперприема. Я все еще наношу урона, потому что на него еще 3 этих серых бафа. Кстати, если вы не наносите 10% АЗ, вроде как снимается еще один дополнительный баф. И босс быстрее переходит в свою истинную форму. Вот. То есть я вношу. Я спускаю уже 70% шкалы. Вот. Я потихоньку собираю ультимейт лиски, потому что это будет один из ключевых моментов от хила и дальнейшей игры. Стойка не сильно страшная. Он не наносит урон от своей атаки. Вот. Понижение рейтинга неприятное. И отражение отражает просто. То есть тут нет его процентов. То есть сколько урона мы внесем, столько нам и вернется обратно. Можно пережить это все дело. Вот. Здесь ультимейт. Потихоньку рашим ультимейт лиски. Стойку мы не скидываем лишнюю. Я скорее всего атаку фрейра скинул, чтобы получить еще ультимейт фрейра. Для того, чтобы было много урона. 473. Не смотрите на этот урон. Он вроде бы такой красивый, яркий. Не, ничего подобного. Босс не вошел в свою истинную форму. То есть вроде бы сейчас кажется, нормально. Два ляма АЗ, там дохренища атаки, дохренища обороны, там какие-то сапстаты. Да. Вроде как прикольно. Но у меня сейчас есть стойка, но скоро ее не будет. Скоро я не... Я вам просто типа небольшой спойлер к тому, что у меня на парочку раундов не будет стойки. И вы увидите, насколько много у босса урона. Все. Он все еще меня атакует. Я все еще хилюсь. Стойка. Ультимейт фрейера. Восстанавливаем все эти ультимейты. И я думаю, сейчас еще атаку мело скину. Да. Вот. Для того, чтобы типа чуть побольше урона нести. Потому что это уже последний раунд, когда босс не вошел в свою истинную форму. И сейчас начнется веселье. Сейчас начнется веселье. Вроде даже сейчас мне стойка не зашла. А не, у меня еще стойка есть. Вот. Нормально. У меня нет стойки. Я начинаю паниковать. Я, да. Я сейчас в этот момент начал типа немного паниковать. Потому что, вот видите, баф на статы. Это 30% всех стат. Если вам интересно, можете зайти в игре. Там видно пенальная фаза босса. Вот. И посмотрите, сколько у него АЗ, атаки, обороны. И это все дело умножьте на 1 и 3. Вот. Для того, прибавить 30%. А это еще. Вампиризм 30%. 30% восстановление. 30% регенерации. Степени пронзания. Всего вот этого. По 30% дополнительно. Это, это жесть. Он будет вампириться очень сильно. Почему я не смог пройти на своем аккаунте? Слишком много он вампириться. У меня не так много урона, как на этом аккаунте. Вот. Мне просто не хватает урона. Далее. 32%. 32%. Вот. Я начинаю паниковать. У меня нет стойки. И я понимаю, что сейчас мне может быть очень больно. Я буду сейчас ему источать шкалу суперприема. Я ему сейчас буду источать шкалу суперприема, потому что я могу отлететь. То есть я снимаю стойку. Я снимаю с него суперприем. Именно таким моментом. И я дальше использую максимальный кардров для того, чтобы идеале получить стойку либо истощение шкалы суперприема. То есть любую карту Дианы. Диана здесь очень ключевой персонаж. Прям чертовски ключевой персонаж в этой всей белой красивой формации. Я уже устал говорить, а мы еще на 20% его пассивки, ну его шкалы, и мы еще не начали его даже убивать. А я уже устал говорить, а это все сидеть надо и играть. То есть это очень тяжелое прохождение. Далее. У него суперприем, но у меня есть снятие. Я снимаю дебафы все, потому что я могу уже и кони двинуть. Вот, потому что эти дебафы будут быть очень больно. У меня нет стойки. У меня нет стойки, поэтому я буду снимать. Ну а сейчас я наношу много урона. Потом, например, мне какую-то ненужную карту Фрея раскину. Кидай. Молодец. Ну, говорю, послушный я в прошлом. Обожаю себя в прошлом. Вот, одна карта слишком мало урона наносит Дианке. То есть, видите, уже как бы немного меньше урона, но Фрейер шестой. Это про... У меня четвертый Фрейер. Не рядом. Тут макшная внешка, 15% у меня не рядом. Типа, разница по консте, разница по боку. Это про... Это звездец. Видите урон? А, уже, кажется, чувствуется, да? Уже чувствуется. Вот, и снятие стойки Фрейера. Я ставил вторую одинарную карту вместе для того, чтобы он сейчас понизил ранг. И они собрали все равно вместе. У меня, наконец-то, есть стойка. Я похилюсь. Я сниму дебафы, потому что мне сейчас будет больно. И я, скорее всего, атакую атакой Мела для того, чтобы собрать ультимейт Лиски. Для того, чтобы снова дать круг своим ультимейтам. Это очень важный момент. То есть, здесь я буду атаковать именно Мела. Мел. Да, вот. Дополнительный урон, потому что 7%. Мы, наконец-то, дошли до конца его пассивки. Каждый раунд наносить больше 10% урона. Это капец. Это уже сколько времени? Вы можете посчитать, чисто если вам интересно, сколько всего раундов я провел на этом боссе. И каждый раунд мне нужен практически идеальный заход по картам. Практически идеальный. Здесь очень много моментов, где можно просто проиграть. Это крайне сложно. Я не знаю, какой новый персонаж должен появиться на этих боссах. То есть, видите, ультимейт со стойкой. Я выдерживаю без стойки. Это страшно. Я сейчас все равно похилиюсь. У меня есть снятие стойки. У меня есть в случае чего... А, 2%. То есть, было 7%, а сейчас 2%. Мне нужно все еще урон наносить. Мне нужно все еще урон наносить. Кстати, карта понижения рейтинга. Я ее вижу. И я ставлю карты лиски так, чтобы они собрались в новом месте. Освободив руку при этом. Для дополнительных дамажных карт. И здесь, видите, урона уже... Уже урона почти нет. А дальше будет еще хуже. 150 тысяч. 160 тысяч. Вроде бы, как казалось, я скидываю мощные карты. Но нет. Все. Шкала на 0%. 32 минуты боя. Шкала на 0%. И мы начинаем только сейчас пытаться убивать босса. Это, это, это страшно. Это просто страшно. И он сейчас не будет хотя бы так сильно вампириться. Но все равно он хилиса будет очень много. Дальше. Здесь я начинаю наносить урон. Потому что если я не буду наносить урон, мне будет плохо. Потому что шкала начнет снова вверх подниматься. Она в любой момент, если вдруг мне будет плохая рука по картам, она может в любой момент пойти вверх. Да, такой босс. Увы, ях такой босс. Нужно как минимум 10% наносить. Но нужно здесь его уже убивать. То есть, видите, я уже нанес 20%. Оп, он чуть-чуть потом вампирился. Восстановился. Его карта по атаке. Такой, смотрите. Оп, он меня бьет. Ой, какой-то урон прошел. Оп, он отхилился. Оп, он снова отхилился. Все, он хилится. Самый лучший способ это держать его без ультимейта. Как только подходит его ультимейт, держать его там. Да, видите его статы. Это мне еще попалась достаточно-таки неплохая пассивка. Если мне попадается пассивка на 15% атаки, там 3% по 5 стаков, 15% атаки, скорее всего нет. Он будет слишком сильно вампириться. Крит урон, пускай еще. Шкала суперприемов, пускай. У нас есть Дианг, которая будет контролить. И мне именно в этом заходе повезло. Если честно, я часов 8 потратил с копейками. С копейками, это может еще пару часиков сверху, пока проходил этого босса для того, чтобы пройти 8 часов. Да, я сейчас типа еще скидываю баф. Истощаю школу суперприема. Ультимейт Фрейра какой-то урон нанесет. Ну, 600 тысяч неплохо, но у него 2 600 АЗ. Немного кидаю карты для того, чтобы освободить руку. Ну, у меня еще ультимейты есть. У меня есть еще одна карта истощения школы суперприема. И это по факту одна из основных карт, потому что босс будет скидывать только 2 карты за раунд. И это очень огромный валуев именно для нас. Вот, то есть он не успевает вампириться. Он не успевает вампириться, поэтому стойка. Снимая стойку врага, истощаю шкалу суперприема его. И я скидываю еще ауешку мела. Вот, для того, чтобы начать собирать новый ультимейт. Либо же лиски, но я думаю, мне лиска сейчас не нужен. Ну, мела скинь. Начни собирать ультимейт мела. Не Фрейра, именно мела. Ладно, я Фрейра начал скидывать, ладно. Ну, то есть здесь тяжело запомнить именно последовательность действий. 534 это 5 конста, закрытая это 14 лямов в ПК-коробке. Это 6-6 мел. Фрейр 110 тысяч. Мы подошли к тому, чтобы... Вот здесь. Просто почувствуйте, насколько в конце должно завести. Не в начале, не в конце. Просто в конце. Я уже 30... 36 минут боя уже идет. И я сейчас начинаю потихоньку пробивать босса. Раз, два, три, четыре. Я понимаю, что... Я могу уже в скором времени увидеть то, как босс закончится. 160 тысяч. Давай, еще карта. Здесь просто 200 тысяч. Мел с второго 246 тысяч. Босс просто не заканчивается. Так, вот. Меня снова слышно. Микрофон у меня сломался. Вот. То есть, как бы, видите, сколько урона. И он все еще не заканчивается. У него все еще 40 процентов АЗ. А мне снова заходит карта Мела. Истощение. Карта Мела. И здесь, я думаю, используется истощение для того, чтобы собрать два ультимейта. У меня будет ультимейт Мела. Вот. У меня будет снятие стойки Мела. У меня будет еще ультимейт Дианы. У меня, возможно, будут еще точки Дианы. То есть, здесь я уже пытаюсь его просто добить. 172 тысяч. Видите? У него АЗ просто не тает. Я не знаю, как проходить на аккаунтах, у которых нет 14 лямов и закрытая пятая конст. Я не знаю. 171 тысяч. И Дианка еще сверху 160 тысяч. Мы уже прям очень рядом, но все равно 25 процентов АЗ. Он атакует. У меня нет стойки. У него 30 процентов АЗ. У меня нет снятия ультимейта. И сейчас я решаю, принимаю решение атаковать всем, что у меня есть. Последний урон для того, чтобы сбить последний его 30 процентов АЗ. Все. Либо сейчас, либо никогда. Ну и как вы поняли, это да? Это сейчас 460 тысяч. Дианка. 243. Не рядом. Фрей. Просто Фрей. Фрей добивает 103 тысячи. Чисто Фрей. Боже. Это нас... Я не знаю, кто его придумал, но это капец как геморно. И, ребят, если что, вот это огромнейший длинный видос посвящен чисто вам. Вот. Для того, теперь вы знаете, как пройти третий этаж этой командой. Да, я уже делаю скрины. Я уже отправляю везде. Я без ума от счастья. Вы не слышите мою реакцию, но вы можете представить мою реакцию. Там было слишком много матов, поэтому ее вырезал и не записывал. Ну, а на этом у меня все. Номер один. Глобала. Я... Я с собой доволен. Я первый, кто на глобале мог пройти три этажа. Все, ребят. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментарии. Здесь будет еще много интересного контента, но это апогей. Это просто... На данный момент это апогей. Я круче, чем Чикса. Погей. Ладно, шучу, конечно. Чикса все равно еще красавчик. Но я смог его хотя бы в этом обойти. Спасибо большое за внимание. Вот. И туда. Типа до скорого. Три этажа закрыты. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...